Здравствуйте, вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Первые ассоциации при упоминании пионов это последний звонок в школе, в классе ведра с цветами, подаренные учителям предвкушение летних каникул и особый аромат, плывущий на всю округу. Пионы хорошо смотрятся в палисадниках и в вазах, единственный минус их цветения ограничено коротким периодом, значит надо успеть налюбоваться и надышаться. Приведем некоторые рекомендации. Итак, посадка. Пионы бывают травянистые, наиболее распространенные и древовидные. Поскольку это многолетнее растение и на одном месте может сидеть десятки лет, то изначально надо выбрать хорошее расположение. Для него важно солнце не менее 6 часов в день, поэтому участок должен быть открытым, с дренажом стоячая вода недопустимо. Высаживать молодой куст можно весной, но лучше это делать осенью, но чтобы успел укорениться до наступления холодной поры. Как рассадить пионы? Если хотите увеличить плантацию этих прекрасных цветов, то рассаживать лучше зрелые растения, которые живут у вас 8-10 лет. Делать это надо осенью, аккуратно подкопав куст. Осмотрите корневую систему на предмет гнили и болезней. С помощью острого ножа разделите корни на несколько частей. На каждой должно оставаться не меньше трех живых почек возобновления, которые станут свежими побегами весной. Уход. Наиболее часто встречающиеся заболевания у пионов это батритис, который может возникнуть сырой весной. Поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха в местах посадки растения, а при появлении почернивших листьев немедленно удалите их. Пионам необходим калий для укрепления стеблей и в борьбе с вредителями. На зиму удалите всю листву с куста во избежание сохранения зараженного материала до весны. После первых заморозков срежьте до уровня земли стебли, которые полегли. Цветение. После посадки молодого куста следует подождать 2-3 года, прежде чем срезать цветы в букет. За это время растение успеет хорошо укорениться и будет в дальнейшем обильно выбрасывать бутоны, радовать глаз. В зависимости от сорта у растения могут быть крупные цветы, поэтому стоит побеспокоиться о подпорках, чтобы не сломались стебли под тяжестью.